значит что я вам скажу значит тут вот так вот вы сегодня уже сегодня 1 не вообще 2 потому что вчера я с владиславом говорил он не рассказывал ту же методику он тоже такое прочитал что зерно замачивают потом после замачивания его стерилизуют там инокулируют ну и все такое как обычно значит что я вам скажу когда я еще когда я еще начинал начинал сам учиться и искал способы то я вообще впервые я в интернете где-то нашел этот способ с добавлением воды но с добавлением воды и с добавлением то есть не добавление воды а замачивание просто зерна что я вам скажу какая значит что-то первый опыт у меня был не совсем удачным и я перешел на вот такой вот стандартный способ так как я делаю другие способы вот вы как вы говорите ну не решаюсь много сделать вот меня ты сейчас тоже например вот сегодня буду делать мицелий из расчета там приблизительно пакета где-то 20 за один цикл но вот не не знаю когда бы я делает эксперимент но точно не сегодня шум понимаете не знаю просто если вы начинаете отрабатывать это не означает что такой техники нету но если вы начинаете ее отрабатывать то берите отрабатывайте ищите пробуйте ничего страшного я тоже папа 10 и по 15 пакетов выбрасывал что-то и вот мы было это не означает но там есть такой момент во первых зерно бывает разные плотность у него разная сварилась и мость у него разные настаивать его нужно было одно одно и вам точно могу сказать обязательно что если вы будете вот это зерно замачивать то все равно перед тем как вы его замачиваете нужно его промыть в двух водах это однозначно потому что как я вот имел опыт я тоже хотел проверить а зачем его быть если мы все равно его там варим стерилизуем и вот я перестал его мы при этом что я его перед этим варил вот как стандартно как я делаю то очень было много брака то есть множество брака было и я потом начала понял что так не работает нужно мыть то есть механический инфекцию с него нужно смывать потом уже все остальное теперь про замачивание и варку есть такой способ когда там вообще засыпают зерно наливает немножко воды ставлю стерилизовать она вроде как сама там созревает и честно говоря ну я я вот делаю так как я делаю и делаю это для того потому что я уверен в результате есть множество других способов вот но пробуйте расскажите мне может проще будет да там сушкой там видите вот сама после вот после вот что я хотел сразу вот что мне пришло первое в голову когда вы спросили вот например когда я работаю с посудой при приготовлении сред ну может я сильно утрирую но может лишние какие-то движения делаю но дело в том что если это все зависит от условий лаборатории и в зависимости от условий насколько они хорошие или средние или там плохие приходится чем чем они удобнее чем они чище тем меньше манипуляций чем они сложнее вот эти условия тем и сложнее и приходится например посуду я то что называется много этапная стерилизации или многоэтапная обработка то есть я посуду пробирки чашки я обрабатываю несколько раз то есть я их сначала мою потом и в сушу потом их просто так на верю пустыми пробки автоклавирую значит пробирки автоклавирую они у меня стерилизуется пустыми потом уже пустые пробирки в стерильные получаются уже пробирки тогда я заливаю среду среду саму потом и тости среду с пробирками стерилизую еще раз перед там заказываем то есть идет многоэтапно банки перед опять же таки варкой этого зерна я приходится тоже многоэтапно стерилизовать вот и ну вот многоэтапности такая если мы варим вот это зерно и предварительно мы его не просто замачиваем а производим варку это уже какой-то этап стерилизации происходит вот и получается какой-то первый этап стерилизации потом следующий этап это уже непосредственно стерилизация но виду кто-то ну такой ну понимаешь и человек сбрасывает но зачем же так ну смотри на него во блин дал ну нет он не отстанет наверно вот ну вот что я вам хотел сказать относительно этого способа то есть варка это дополнительный еще список способ обеззараживания этого зерна без варки мы значит этот способ устраняем но уже результата уже будет зависеть там поживем увидим что у вас там как получится